Скотина! Чё тихо-то? Чё тихо-то? Чё тихо-то? Тихо! Да папушка, успокойся, блядь! Вы чё творите-то? А ты чё натворил? Чё натворил? Вас пасали! Иди к себе на заднее сиденье! Закрось! Вы успокойте её, пожалуйста! Успокойся! Тихо-тихо-тихо-тихо! В Новоуральске, закрытом атомном городе Свердловской области мать участницы дорожной аварии едва не линчевала второго участника, обвинив его во всех смертных грехах и в пьянстве за рулём и в попытке убийства её внуков. Она ездит пешком на машине! Он не виноват! Он пьяный сидит за рулём! Это не это самое! Какой пьяный? Какой пьяный? Пьяный! Смотри, пьяный сидит! Он лыка не вяжет! Он пьяный! Пьяный! Он пьяный! Смотри, он шатается! Из машины вылезти не может! У нас машину прям развернуло! Я, короче, ехала! Вы же должны были меня уступить, чтобы я проехал! Тихо, тихо, тихо! Сейчас приеду! Что ты скажешь? Столкновение двух легковых автомобилей произошло накануне утром на Т-образном перекрёстке улиц Жиголовского и Корнилова. Белый Volkswagen Polo и малиновая Deo Nexia ехали навстречу друг другу. Однако, совершая левый поворот, водительница Nexia не пропустила встречный Polo, следовавший в прямом направлении на зелёный сигнал светофора. Возможно, женщина руководствовалась знаками направления главной дороги и не учла, что работающий светофор эти знаки отменяет. Так или иначе, она продолжала оставаться уверенной в своей правоте. Смотрите! Видите? Он вперёд попал! Это вы ему в бок попали, а не вперёд! Это перед! Понятно! Это перед! Козёл! Козёл манючий! Алкоголик! Алкаш! 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 Помимо женщины, сидевшей за рулём, в салоне Nexia были двое её детей, мальчик-подросток и девочка трёх лет, а также их бабушка. Ярче всего на случившееся отреагировала именно бабушка. Так что свидетелям происшествия пришлось её удерживать от самосуда над таксистом. Успокойтесь! А кто будет машину-то делать? А дом с машиной разберёмся! Успокойтесь! Успокойтесь! А детей надо было? Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Он ещё детей не убил! Тихо! Ничего уже не изменится от того, что вы что-то сломаете ещё! Я понервничаю! Всё, всё понервничаю! Тихо-тихо-тихо! Я должна! Готеллс-то вызвали, нет? Нет! Мы всё ещё не будем. А, он вызвал? Тихо! Успокойтесь! Успокойтесь! Тихо-тихо! Всё! Успокойтесь! Вы знаете, значок аварийной сигнализации у вас есть? А? Девушка, значок аварийной сигнализации есть у вас? Выставите его на дорожке? Успокойтесь! Успокойтесь! Всё успокоились? Да, пусть! Всё? Всё, давайте с дорожки уйдём! Тихо! Всё, тихо-то! Да я ему сейчас ремонтирую! Да зачем? Ничего же не изменится! От того, что вы разобьёте ему стекло, что лучше кому-то стоять? Он ремонтировал больше! Так это ж не он ремонтирует, хозяин! Чё? Жительница Новоуральска Оксана написала по поводу увиденного в соцсетях, что очень хорошо знает эту женщину и полагает, что виной такого её поведения сильнейший шок. В жизни, по словам Оксаны, от неё не то что бранного слова не услышишь, но даже повышенного тона. Она всегда очень спокойная и уравновешенная, а тут испуг превратил её в настоящую фурию. Мордой ему бить, он пьяный! Тихо, не надо никому ничего бить, спокойно стои! Скотина-ублюдок! Ну зачем вы так ругаетесь? А как я должна ругаться? Он мне будет течеть не угробил! Тихо, тихо, тихо! Не надо было ездить неправильно! Заткнись! Тихо уже не уступило дорогу!